Мы видим, да, что на данный момент, в общем, проявлена некоторая качественная такая, подлинненькая, но качественная политическая мудрость, потому что турко-эрдоган, у которого серьезные претензии на Крым, он предложил ВВ помериться пипирками в Карабахе, потому что понятно ведь откуда растет конфликт. Ну а дальше началась такая хорошо знакомая мальчиковая, известная еще по пионерлагерю, сцена у стеночки, Эрдоган расчехлился и стеночку Арцаха, значит, показательно обмочил. Сейчас он встряхивает, кокетливо оглядывается по сторонам, все ли оценили мощь, все ли оценили силу струи и пенность, ну и счастлив президент Алиев, которому тоже доверили поддержать в нужный момент. А Россия эту внешнеполитическую нужду справила как-то странно, она не снимала штанов, не расстегивала и, в общем, неизвестно, справила ли она ее вообще. Вот у армян обоснованные подозрения по этому поводу, что, в общем, Россия, пообещав помощь, их кинула. Действительно, турки было очень интересно посмотреть на возможности России, а Россия, в общем... А не для этого вертолет сбили, простите? Вертолет сбили, я подозреваю, действительно искренне по ошибке, а потом принялись извиняться. Вот тоже у меня такое бывает, я что-нибудь собью, а потом начинаю извиняться и обещать, что я больше не буду. Но собью основательно, конечно, я очень люблю это делать. И вот Россия сохранила интригу, как будто бы вот ее мощь как раз подгонялась под размер, под ее размер, вернее, подгонялся тот самый храм цвета жабы имени старцев Минобороны и Победобесия, который недавно был открыт. И вот эта интрига, величайшая интрига современности, владеет ли действительно Россия какими-то удивительными возможностями, я подозреваю, что Карабах ради этого и затеяли. Потому что как определить боеспособность вражеской армии? Вот можно ли с нею подраться за Крым? Конечно, затравленные срочники, они показывают серьезнейшие успехи в меткости стрельбы по офицерскому составу. Как в Воронеже недавно произошло, очередной срочник выполнил очередной норматив по стрельбе в майоров и в старшин. Хотя до результата в Шамсудинова не дотянул и рекорд пока не переплен. Но это частный успех. Это успех в стрелковой подготовке, а стрелковая подготовка в современных войнах очень мало что значит. Но вот я удивляюсь, что никто еще из изнасилованных, опущенных и избитых защитников, юных защитников Отечества не шарахнул по родной части ракетами. Когда это произойдет, мы можем говорить про то, что да, действительно какая-то боевая подготовка есть более не менее серьезная. Ну вот вернемся к нашей теме, болезненной, конечно, теме, об интриге, есть ли армия и есть ли в реальности военные мощи. Потому что с одной стороны, конечно, всякие парады, с одной стороны всякие хроники, хвостливые речи, ну а с другой стороны... Подождите, но еще нам напоминают наши слушатели про нашу торговлю оружием по всему миру. Да, конечно. Торговля это огромное количество. Торговля идет по накатанной и вполне можно поверить про то, что торговля есть, как нам могут напомнить и о воровстве. И мы тоже не будем сомневаться в факте того, что это имеет место. Но вот есть, правда, подозрение, что никакой мощи нет. А есть толпы очень дорогих в содержании, но полностью демотивированных, спившихся людей, которые единственное, что умеют, так это доводить до стрельбы срочников в казармах. И воруют, разумеется, все, что под руку подвернется. И вот этот турецкий поход на Карабах, который был предпринят, он действительно объясняется только мучительным желанием вычислить и выяснить, на что же способна Россия, которая явно стоит за армянами. Которая должна была что-нибудь отчебучить, но армянин и Россию понадеялись зря, почуяв вот этот вот нездоровый турецкий интерес, Россия сделала вид, что вообще очень занята, про дружбу забыла и помогать не стала, хотя обещала. И равнодушно наблюдала, как в этой оттренированной тоннами рахат-лукума турецкой пасти исчезают самые вкусные куски Карабаха. А армяне действительно с этим ничего не могут поделать, хотя храбрый народ тоже очень... Посмотри, какое они показали армяне мужество, да, как они ворвались в парламент, ну, правда, в свой, да. Тоже загадка, если они такие храбрецы. Там, Башинян, самая главная фигура и в поведении России, как нам объясняют всякие аналитики, и в реакции, соответственно, в Армении. Ну, может быть, но ему-то и было обещано. Какова роль личности в истории? Объясните мне, Александр Григорьевич, почему из-за Пашиняна такие программы удивительные? Нет, нет, нет. Я думаю, что его роль здесь 225-я. И Кремль давно научился на лиц, которые не испытывают к нему каких-то и не проявляют внешнего почтения, относиться, в общем, снисходительно и почти милосердно. Но вот мы видим, что вот эти вот... Правда, удивительно, почему эти армянские храбрецы и патриоты, почему они ворвались в парламент Армении, а, например, не в штаб ВВС Азербайджана. И почему они избили собственного хилого и милого интеллигента-спикера армянского парламента, а не наглого на радостях обожравшегося бараниха Яцалиева. Да, вот сейчас они говорят, что просто перепутали Мерзаяна и Алиева. То есть мы видим бешеные страсти. Они отрезонировали, обратите внимание, и здесь, и в России отметилась даже вот наша любимица, красотка Симоньян. Она разместила под портретом Пашиняна, кстати говоря, удивительные записи. Гори в аду, тварь! Семь раз. Гори в аду, тварь! Гори в аду, тварь! Гори в аду, тварь! Но вот на непосвященных людей это может произвести, конечно, неприятное впечатление. Но именно с этого обращения хорошо воспитанные армяне теперь всегда начинают разговоры о политике друг с другом. И этим же обращением заканчивают. В России, честно говоря, это тоже распространено. Но у нас нет такой совершенной фразеологии, такой формы. Гори в аду, тварь! И начать разговор. И именно этим же пожеланием закончить. Нам, конечно, над этим надо работать. Но вообще там сейчас в Ереване очень большая буза. В честь Пашиняна, правда, там стерегут полицейские. А это ничего не значит. Полицейские принципиально не глупый народ. А потому что Армения не обзавелась так называемой Росгвардией. То есть у нее нет оружия, которое направлено и ориентировано только на расправу с народом. Но там вообще прекрасно, что в каком бы то ни было виде это прекратилось. Потому что вот эту войну, вот эту войну, конечно, с этой мерзкой войной надо было кончать любым путем. Я понимаю, что теперь все войны будут такими. Но война превратилась в такое уродство. Это я тебе говорю, как человек, прошедший семь нормальных войн. Мне еще достались нормальные войны с атаками, окопами, перебежками. Мне достались прекрасные, скажем так, войны, которые очень напоминали, ну, много напоминали и о достоинстве, и о храбрости. Но сейчас, когда просто с каких-то непонятных дронов людей размолачивают в мясо бесконтактно, вот эти вот приспособления, это, конечно, омерзительная война. Вот я бы в такую уже участвовать точно не хотел, несмотря на то, что, как ты помнишь, одно время это все практиковал. Поэтому замечательно, что... Ну, если та война, по-вашему, была нормальной, то я с вами соглашу, что... По сравнению с этой, на той войне было место и дерзости, и храбрости, и меткости, и напору, и удачи, и сорвиголовости тоже было место. А сейчас, выпендриваясь как угодно, на тобой зависнет эта невидимая, откуда прилетевшая дрянь, и превратит тебя в разбросанные куски дымящегося мяса абсолютно без каких бы то ни было сентиментов и героизма. Обидно, черт возьми. С такой войной, конечно, надо кончать.